Всем-всем привет! Совсем недавно на моем канале вышло видео, в котором я рассказывала, как правильно экономить. Но это видео было очень и очень обобщено. Там я рассказывала обо всем. И о продуктах, о коммунальных платежах, и о каких-то лайфхаках. Но сегодня я хочу поговорить именно о том, как же можно и нужно экономить на продуктах. Если тебе уже стало интересно, обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на мой канал и нажимай на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. А мы начинаем, как же нужно экономить на продуктах. Первое и отчасти самое важное, не бойтесь покупать онлайн. Сейчас такие маркетплейсы, как например Озон или iGoods, предлагают часто очень выгодные цены. Но так как это все появилось совсем недавно, и продукты на Озоне относительно тоже появились недавно, многие люди боятся заказывать продукты именно отсюда. Но мне кажется, что немного пора перестроиться на современный лад и не бояться оттуда заказывать. Потому что всегда, в любом случае, вы можете вернуть тот товар, который вам не понравится. Преимущество покупок именно на таких маркетплейсах в том, что у них цены действительно намного ниже, так как они не платят аренду за различные помещения, где это все продается. Второй, не менее важный совет. Старайтесь составлять план питания на неделю вперед. То есть заранее подумайте, что вы будете есть в следующую неделю. Распишите по дням, какие у вас будут блюда и что вам нужно для этих блюд. Так вы сможете понять, какие продукты вам действительно нужно будет покупать. И вот когда вы уже составите примерный план питания себе на неделю, переходите к третьему совету и идите в магазин только со списком продуктов. Если вы пойдете со списком продуктов, маловероятно, что вы купите слишком много чего-то лишнего. Конечно, что-то лишнее возможно и купите, но точно зато не забудете то, что нужно взять. Да и соблазн покупать ненужные продукты будет намного-намного ниже. Следующий совет. Старайтесь ходить в магазин как можно реже. Чем чаще вы появляетесь в магазине, тем чаще вы тратите деньги. В лучшем случае ходить в магазин раз в неделю и закупаться на всю неделю вперед. Да, конечно, скоропортящиеся продукты вы можете ходить и докупать. Но, например, если вы знаете свое меню на неделю, то вам ничего не стоит пойти и купить все, что нужно на неделю. Если вы прям профи в составлении меню, то вы можете и купить продуктов и на месяц. То есть ездить раз в месяц в большой магазин, закупаться в огромном количестве продуктов, привозить все это домой, а потом просто по мере необходимости докупать что-то по мелочам. В этом случае велика вероятность, что вы сэкономите очень много денег. Следующий совет. Готовьте понемногу. Даже если кажется, что это самое любимое блюдо тех, для кого вы готовите, и это съестся очень быстро, это часто происходит не так. Иногда из-за того, что мы готовим в огромном количестве какое-то блюдо на несколько дней вперед, оно потом быстро надоедает и, как следствие, его перестают есть или забывают про него, и это все портится. Чтобы такого не было, старайтесь готовить не слишком много, буквально на 2 или 3 дня. В этом случае навряд ли вам потом придется что-то выкидывать. То же самое касается и продуктов. Не нужно закупать слишком много однообразных скоропортящихся продуктов. Покупка в большом количестве уместна и даже выгодна только в том случае, если это долго хранящиеся продукты, такие как крупа, консервы и какая-то заморозка. Дальше. Товары по акции. Это отдельная тема. И наверняка многие из вас постоянно ощущают синдром опущенной выгоды, когда вы видите какой-то товар, даже который вы никогда в жизни не ели и особо никогда не хотели, по акции у вас сразу же тянутся руки его купить и попробовать, даже если вам это не интересно. Но на самом деле акции действительно бывают порой очень и очень выгодные. Но старайтесь брать по акции только те продукты, которые вы пробовали или которые есть в вашем рационе. Но если вы увидели по акции какой-то продукт, который давно-давно хотели попробовать, но он был слишком дорогой, а сейчас он дешевый, то тоже возьмите. От этого ничего страшного не случится. Следующее знакомое всем правило. Ходите в магазины только сытыми. Если вы попадали в магазин хотя бы раз, когда были очень и очень голодные, то наверняка вы знаете, что это такое. Когда ты ходишь по магазину и ты хочешь купить буквально все. Ты видишь печенье, ты кидаешь в корзину печенье. Ты видишь шоколад, кидаешь шоколад. Пицца, пирожные, причем руки в первую очередь тянутся ко всему вредному. Знаете, просто наш мозг работает так, что он всегда стремится привлечь ваше внимание к тем продуктам, которые дадут организму очень быструю энергию. И чтобы организм слишком сильно не напрягался. Да, бывает, когда вы ходите по магазинам, вы можете и рис захотеть съесть, но чаще всего ведь хочется купить там какой-нибудь пончик, пиццу, вог или что-то еще, чтобы прямо здесь поесть и наесться. Или если вы не берете какую-то готовую пищу, то вы наверняка возьмете хлеб, колбасу или что-то еще. Поэтому старайтесь избегать голодных походов в магазин. Если вы понимаете, что вам нужно в магазин, он где-то рядом с вашим домом, то вначале зайдите домой, поешьте, причем очень сытно, и только потом идите в магазин. Именно это спасет ваш бюджет. Также, если вы тот человек, который в магазине оплачивает наличкой, то вам поможет следующий совет. Всегда берите в магазин ограниченную сумму денег. В магазине всегда хочется потратить много, но, по крайней мере, приходится иногда тратить много. Если у вас будет с собой какая-то ограниченная сумма, за которую вы не сможете выйти, велика вероятность, что вы потратите именно столько, сколько у вас есть, и ничего лишнего покупать не будете. Следующий совет. Не ходите по магазину хаотично. Старайтесь ходить в тот магазин, который вы знаете, где и что находится. Цель любого магазина заставить вас купить какой-то товар. И если вы бессмысленно просто ходите по магазину через все стеллажи, вас наверняка что-то привлечет, что вам не нужно. Поэтому, если вы идете с определенным списком продуктов и знаете, где эти продукты находятся, старайтесь проходить мимо тех стеллажей, куда вам не нужно идти. Старайтесь вообще не обращать внимания на ненужные продукты. Следующее. Старайтесь заводить дисконтные карты всех магазинов, в которые вы чаще всего ходите. Как правило, у всех магазинов, такие как Магнит, Дикси, Пятерочка, есть свои дисконтные карты, которые позволяют хоть немного, но сэкономить. А некоторые позволяют сэкономить очень много. Поэтому, если у вас нет карты магазинов, в которые вы постоянно ходите, при следующем посещении магазина уточните на кассе, как можно получить эту карточку, ну или прочитайте в интернете. В конце концов, в интернете уже есть ответы на все вопросы. Следующий совет подходит для тех, у кого есть дети. Никогда не берите детей в магазин. Хотите вы того или нет, но наверняка ребенок что-то захочет, чтобы вы ему купили. И даже если вы проявите стойкость и откажете ребенку, велика вероятность того, что ребенок вам просто-напросто начнет истерику. И даже если в этом случае вы все равно окажетесь стойкими и твердыми, велика вероятность, что ваша нервная система хоть немного, да пострадает. Поэтому и вам, и ребенку будет спокойнее, если ребенка в магазине с вами не будет. Сейчас кто-нибудь может сказать, что Алиса слишком жадная и жалко денег на детей. Но это не так. Наверное. У меня нет детей, поэтому я не знаю. Зато я часто вижу истерики детей в магазинах. Дальше. Когда вы приходите в магазин, старайтесь брать корзину, а не тележку. Или даже если вы пришли за огромным количеством продуктов, старайтесь брать тележку поменьше. Все дело в том, что когда вы берете тележку, вы подсознательно будете хотеть ее заполнить целиком, пока она не будет заполнена полностью. Именно маркетологи придумали большие корзинки для магазинов. Это заставляет вас покупать все большее количество продуктов. Следующее. Не покупайте мытые овощи. Во-первых, мытые овощи стоят намного дороже немытых, и при этом хранятся они намного-намного хуже. Поэтому лучше возьмите немытые овощи. Вы и сэкономите в цене, и храниться они будут намного дольше. Плюс старайтесь не покупать нарезанные продукты, сыр, колбасы и что-то в этом роде. Потому что в нарезке это все стоит намного дороже, чем целиком. Или чем кусочек. Следующий факт. Многим известен, но на всякий случай. Не покупайте готовые салаты. Наверняка вы знаете, что их себестоимость очень маленькая, но при этом 100 грамм салата стоит порой там 50 или 60 рублей. То есть салат не может столько стоить за 100 грамм. Старайтесь готовить салаты сами. Следующее. Самые дорогие продукты располагаются на уровне глаз покупателей. Вторые по стоимости продукты располагаются на полке на уровне рук. Именно поэтому начинайте свой выбор продуктов с нижних или верхних полок, где находятся самые недорогие товары. И да, всегда помните, что фрукты и овощи на рынках часто стоят намного дешевле, чем в магазинах. Поэтому есть смысл иногда заглядывать на рынки и покупать фрукты и овощи именно там. На рынках можно и даже нужно торговаться. Просите скидку всегда. Просите скидку, если покупаете много. Просите скидку, если покупаете часто у одного и того же продавца. Просите скидку даже за обещание покупать много в будущем у одного и того же продавца. Ну и конечно же, перед тем, как прийти на кассу, еще раз внимательно посмотрите свою корзину. Посмотрите все, что вам не нужно и что вы не собирались покупать и уберите это из нее. Ну и конечно не будет лишним, если вы каждый раз после покупки продуктов будете проверять чек. Я не говорю о том, что кассиры специально вас дурят или хотят забрать у вас побольше денег. Но есть такая вещь, как человеческий фактор. И иногда действительно человек за кассой может ошибиться. И это совершенно нормально. Ничего страшного в том, что вы увидели ошибку и подошли с ней, показали и вам там вернули какую-то сумму денег. Ничего в этом страшного нет. И конечно, если вы любите доказывать свою правоту, вы взяли товар, на ценнике которого было написано, что он, например, стоит 199 рублей, а в чеке вам пробили 455 и потом оказалось, что ценники просто не поменяли. У вас есть два варианта. Вы можете либо подойти, отдать товар и сказать, чтобы вам именно за этот товар вернули деньги, либо подойти и сказать, вот там у вас ценник, вот этот товар, пробивайте мне именно по этой стоимости. И юридически вам не смогут отказать. Но есть многие люди, которые просто-напросто не хотят ругаться и хотя бы, если вы купили товар не по той стоимости, по которой хотели, верните этот товар. Он вам не нужен. Либо если он вам прямо очень нужен, добивайтесь скидки. Это были основные советы, которые помогут вам действительно сэкономить деньги на продуктах. Многие из нас тратят огромные суммы денег на продукты. И очень часто продукты порой пропадают, потому что их было куплено слишком много или это были какие-то скоропортящиеся продукты. А это все деньги на ветер. А деньги на ветер это всегда очень и очень плохо. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Вы узнали для себя что-то новое или возьмете что-то на вооружение. Если это так или вам просто понравилось, я обязательно поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на мой канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Спасибо за просмотр. Экономьте, но никогда не забывайте о своем здоровье. Хорошего вам дня. Пока-пока. Блин, у меня очень мало времени, чтобы записывать это видео. Субтитры сделал DimaTorzok